Журналисты США в короткие почти 100 дней пребывания Байдена в Белом доме перевернули наше сознание того, что полицейские это уже не герои, а расисты. Причина одна – Байдену необходима реформа полиции. Что же в ней такого скрывается? Администрация Байдена хочет забрать полицию у Штатов и перевести ее под федеральное управление, чтобы лишить Штатов возможности отстаивать свои интересы на своей территории и окончательно разрушить такое государство, как Соединенные Штаты Америки, превратив его в федеративное государство с вертикальной властью из Белого дома. Да к тому же еще и однопартийное. Раньше только демократические губернаторы давали добро БЛМ громить магазины и приказывали полиции ничего не делать и только наблюдать за этим. Теперь Байден из Белого дома собственноручно сам хочет руководить полицией во Флориде, Техасе и по всем республиканским штатам. Представляете, что он наделает? И все это, конечно, подается с лучшими намерениями и апеллирует к самым хорошим, казалось бы, побуждениям. Разоружай полицию. Какое вообще право Белый дом может делать такие заявления? Полиция принадлежит каждому конкретно взятому штату и оплачивается из его штатного бюджета. Другой очень важный момент. Байден заявляет о системном расизме. Весь мир слышит, что Америка построена на расизме и должна расплачиваться за это. Если это на самом деле так, то кто этот расизм допустил? Не такие политики, как Байден, проведшие 50 лет во власти? Сейчас важно, чтобы штаты сплотились с законами против федерального безумия. Именно одними и теми же штатными законами. А не так, как в Техасе выборочно, что мы что-то принимаем, а что-то нет из предложенного администрации Байдена. Сейчас как никогда важно не отделение штатов, а наоборот объединение республиканских штатов с противопоставлением Байдену штатных законов. Иначе каждый по отдельности штат федеральный Белый дом легко уничтожит, так или иначе приведет к полной зависимости от федерального бюджета. Вот если такое случится, то уже точно можно сказать, что мы приплыли окончательно и бесповоротно. И ни о каких там выборах 2022 или 2024 года лучше вообще помалкивать. Продолжение следует...